В Петербурге подвели итоги международного конкурса юных исполнителей на народных инструментах имени Василия Андреева. Это старейший профильный конкурс в стране, который ведет свою историю аж 1967 года. О восходящих музыкальных звездах и о том, чем их вдохновляют народные инструменты, расскажем прямо сейчас на Первом канале. Доброе утро. Анастасии Тюриной всего 14 лет, но она уже настоящая звезда. Да, выступала в Кремлевском дворце, Большом театре, Московской филармонии. В шесть лет стала финалисткой шоу «Лучше всех» на Первом канале. После этого блистала в разных телевизионных проектах. А первое ее серьезное выступление состоялось на конкурсе имени Василия Андреева. Тогда я сюда приехала такая прям готовая ко всем, к двум турам, такая вроде маленькая, но ко всему готовая. С родителями очень много занималась, по пять часов каждый день. Мне только исполнилось шесть лет, когда я к нему готовилась, мне было всего пять. Тогда она была самой юной участницей конкурса. Говорит, что балалайка услышала, будучи еще совсем малышкой, и влюбилась с первого взгляда. Мне всего было два года, и вот тогда мне прям очень понравилась балалайка, и мне очень захотелось на ней играть. Но два года, наверное, совсем как-то уж мало, родителей я уговаривала еще два года отвезти меня в музыкальную школу. И вот начиная с четырех лет я начала заниматься в музыкальной школе. Сейчас Настя выступает уже в старшей возрастной категории. Участие в конкурсе считает для себя очень важным, несмотря на большие успехи и востребованность на сцене. Один из самых таких, наверное, интересных концертов был. Это концерт на космодроме Байконур, посвященный юбилею полета Гагарина в космос. Вот эта атмосфера, сидеть на сцене, которая на самом космодроме находится, это потрясающе.